Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Карта, распространяемая Ассоциацией Арам, разделяет Армен Франции. Состоялись выборы Епархального Совета Греческой Епархии Армянской Апостольской Церкви. Премьер-министр Республики Армении посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки. Церемония открытия реконструированной средней школы состоялась в Машатаге. Руханини встретятся с Трампом на Генассамблее ООН, МИД Ирана. В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН. В крепости Эребуни найдены фундаменты и мозаики нового храма. 20 июля 2019 года Армянская Ассоциация архивирования и исследования памяти Арам подготовила и опубликовала карту Республики Армении. Также Арцах на французском языке. Эта подробная карта является первой во франкоязычном мире. Это второй случай, когда армяне в Европе распространяют ложную информацию, признавая, что Нахачевань является частью Азербайджана. Такого никогда не было. Первый подобный случай исторического мошенничества был зафиксирован в 2006 году в Брюсселе Армяно-Европейской Федерации Справедливости и Демократии после уничтожения хачкаров в Джуге и Нахачевань. Нахачевань официально является частью Западной Армении по арбитражному решению президента Уильсона. Была сдана Азербайджану в 1921 году по приказу Сталина как автономная республика. У армян нет законных оснований признать Нахачеван территорию Азербайджана и признать оккупацию территории, обозначенной Сталином. Ассоциация Арам выделяется в этом смысле. Однако для ассоциаций, которые стремятся сохранить память об армянах, это довольно непристойно в канун столетия Севского мирного договора, распространяя карту, отрицающую официальные границы Западной Армении по арбитражному решению президента Уильсона. Представляя карту, где не видна Западная Армения, есть Турция, которая оккупировала законные армянские территории. Память, которая перевернута с ног на голову. 15 сентября греческая епархия Армянской апостольской церкви провела выборы епархальной совета. Выборы состоялись в армянской церкви Святой Богородицы в Афинах. 161 член Генассамблеи проголосовал за следующих лиц. Арман Курдян, Арсен Адамян, Луса Цинь Перперян, Луса Бац Хачадурян, Айк Касарджян, Паранц Эйлдже. Епархальный совет избирается сроком на три года. Информация сеть Армении Афины, 16 число 2019 год. Премьер-министр Армении Никол Пшинян 21 сентября с рабочим визитом выйдет в Соединенные Штаты Америки. Как сообщили Армен Пресс об управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, визит Никола Пшиняна в США начнется в Лос-Анджелесе. В воскресенье 22 сентября премьер-министр примет участие в митинге в Гранд-парке в центре Лос-Анджелеса, на котором выступит свечу. Никол Пшинян также встретится с руководством штата Калифорнии и в Лос-Анджелесе, руководителями духовных и светских структур армянской общины, восточного побережья США и представителями армянских СМИ. Планируется проведение бизнес-форума, в котором примут участие представители местных деловых кругов. Из Лос-Анджелеса премьер-министр выйдет в Сан-Хосе, в Силиконовой долине. Он встретится с представителями компаний сферы высоких технологий, а также с армянскими специалистами. В Нью-Йорке премьер-министр примет участие в 74-й сессии Генассамблей ООН и выступит с речью. Планируется встреча премьер-министра Армении с генеральным секретарем ООН Антонио Бутришем, которая состоится также и ряд двусторонних встреч с коллегами из разных стран. В Нью-Йорке Никол Пашинян встретится с представителями местной армянской общины, посетит выставку, посвященную Бархатной революции и Колумбийский университет. 16 сентября в общине Мошатак Кашатакского района при совместном финансировании организации «Патриот» и правительства Арцаха состоялась торжественная церемония открытия отремонтированной средней школы имени Меружона Степаняна. Корреспондент Арцах Пресс сообщает, что недавно назначенный духовный пастор Кашатакского района Вениамин Сатурян выступил с благословительной речью. Как сообщила на мероприятии министра образования, науки и спорта Арцаха Нарина Агабалян, на освобожденной земле Кашатакского района открывается еще одна отремонтированная школа. На церемонии открытия школы учащиеся исполнили патриотические песни и стихи. Президент Ирана Хасан Раухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Эту информацию я не подтверждаю, отметил он, отвечая на вопрос о возможной встрече Раухани и Трампа. Выступление представителя МИД транслировал телеканал Пресс-ТВ, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. 15 сентября Трамп назвал несоответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий. Очередная 74-я сессия Генассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем, от отстых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и также гуманитарных вызовов современности, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Церемония открытия состоится 15 часов по нью-йоркскому времени. С приветственным словом выступит председатель сессии Таджини Мухаммад Банде, ранее занимавший должность постоянного представителя Нигерии при ООН. В результате совместных раскопок армяно-французской экспедиции в историко-археологическом заповеднике Рябунике был обнаружен фундамент и мозаики еще одного храма. Число храмов этой находкой достигло трех и уже, возможно, заповедник назвать историко-культурным комплексом. Перед храмом Юпсы находилась красивая покрытая мозаикой поверхность, что и давало повод предположить, что в урарский период был обычай проводить обряды перед храмами. Как передает Армен Пресс, об этом в беседе с журналистами 16 сентября сообщили руководители археологической экспедиции, хранитель культурного наследия Стефан Дешам и директор музея и археологического центра Рябуни Микаэл Бадалян. Они вместе с журналистами, представителями французской и армянской стороны совершили краткий ознакомительный визит на место раскопок. Рассказали о новых данных, выявленных в результате раскопок и их историческом значении. Затем в здании музея впервые представили 3D-изображения, полученные с использованием новых технологий. Эти раскопки имеют важное значение не только для истории и археологии Армении, но и для изучения археологии всего Древнего Ближнего Востока. Расскопки доказывают, что то, что мы знали об Эльбуни, до сих пор нужно переоценить, отметил Бадалян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акулк Мэйк Ангер Цимбурэ. Акулк Мэйк Ангер Цимбурэ. Субтитры создавал DimaTorzok